Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 июля, день Еремея и Сесоя. Ермий пострадал за веру в Иисуса Христа. Во время гонений при императоре Нумериане был арестован и убит. С детства, возлюбив Бога, преподобный Сесой взял на себя Иго Христа и подвязаясь в пустынях египетских подвигами поста. Он проводил жизнь равноангельскую, смирением и молитву, побеждая полчаса невидимых врагов. В отшельничестве провел 60 лет, получил от Бога дар чудотворения. Так однажды он смог воскресить умершего юношу. Сегодня полагалось окончить посевную. На эту тему существовала пословица «Всякий Еремей про себя разумеет, когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать». В этот день старались встать пораньше и пройти с босиком по росе. Считалось, что сегодняшняя утренняя роса обладает целебными свойствами и продаст сил, бодрости, подарит человеку крепкое здоровье. Существовали пословицы «Сесой, ходи по росе босой». На сесое и роса звенит, коли под косу летит. От сесоевых зов роса силу берет, колость наливается. Хлеб поднимается худой, не намолен сесой. В этот день традиционно валили варенье из черной смородины. Приметы. Сегодня утром пройтись босиком по росе. Весь год здоровым будешь. Если сегодня идет дождь без ветра, ненасти будут продолжительным. Дождь, начавшийся сегодня после полудня, продолжится еще день. Простой способ избавиться от высокого давления. Многие годы мучилась от высокого давления. Оно превышало 200. Спасалось простым деревенским способом. Обыкновенным пшеном. Нужно взять 3 столовые ложки пшена, перебрать его, помыть, расстолочь в ступке. Посушить и за день съесть без воды и не вареным. Вот такой интересный рецепт. 17 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению. И поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энеретики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения отчетивных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Доброго здоровья и до новых встреч!